В данной ситуации, конечно же, китайское руководство поступило более чем дипломатично и вместе с тем вынесло сам визит белорусского лидера на такой глобальный уровень, за которым следят во всех странах мира. Ближний друг Зеленского, Анджей Дуна, наоборот, говорит о том, что китайцы предложили мудрый план. Соответственно, поляки на плане смотрят не только в рот американцев, но и на восток. В России визит белорусского лидера воспринимается именно как еще один шаг по укреплению взаимодействия между Россией и Китаем. Антон, здравствуйте. Добрый день. Рад приветствовать вас из Минска. Спасибо, что выделили время для нашей беседы. И начать ее хотелось бы с такой темы, как визит Александра Лукашенко в Китай, который закончился буквально недавно. И можно было отметить, что белорусского лидера там встречали с учетом, ну скажем, всех особенностей дипломатического этикета. Там была и рота почетного караула, и кортеж из мотоциклов, и белорусские флаги вывесили по всему Пекину. А на ваш взгляд, о чем может говорить такой теплый прием белорусского лидера в Китае? Наверное, не только о том, что есть всепогодное партнерство между странами, но есть и понимание, и признание именно Александра Григорьевича в качестве президента Беларуси. А это опять же вызов для всего западного мира, тех стран, которые не считают так. Поэтому в данной ситуации, конечно же, китайское руководство поступило более чем дипломатично, и вместе с тем вынесло сам визит белорусского лидера на такой глобальный уровень, за которым следят во всех странах мира. И, безусловно, то, что в рамках встреч, в рамках обсуждений, дискуссий были достигнуты новые, предельно важные и действительно выводящие на новый уровень взаимоотношений договоренности между странами, о чем, я думаю, было уже и озвучено, и о чем скоро будет и озвучено, и реализовано уже на практике. И, скорее всего, проекты этого года и последующих годов очень тесно завязаны на данном визите. Это уже 13-й по счету визит белорусского лидера в Китай, и вот у нас принято считать, что 13-й – это несчастливое число. Но в китайской культуре, насколько я понимаю, все наоборот. Вы не могли бы рассказать об этом? Ну, конечно же, для белорусского лидера каждый визит в Китай – это хороший знак. И для белорусского лидера, в целом, конечно, это хороший знак. Поэтому здесь нужно уйти от своей веры и все-таки понимать то, что за каждым визитом идут большие проекты. И действительно, мы услышали заявление и от Лукашенко, и от китайского руководства по поводу того, что будут они реализованы, в том, что будет развиваться им один пояс, один путь. Это большой евразийский коридор с участием Белоруссии. О том, что Белоруссия будет развивать взаимоотношения во всех сферах и политики, экономики, культуры и так далее с Китаем. О том, что будет консульство, насколько я помню, в Гонконге открыто белорусское. И, безусловно, мы видим, что связи крепнут, но при этом мы со своей стороны, со стороны России, все же отмечаем то, что они не крепнут и благодаря, и способствуя тому же, и с Российской Федерацией. Поэтому в России визит белорусского лидера воспринимается именно как еще один шаг по укреплению взаимодействия между Россией и Китаем. Вот если коснулись темы отношений России и Китая, то вы, опять же, наверное, в курсе, что переговоры Александра Лукашенко и Си Цинпиня длились более четырех часов, если не ошибаюсь. Ну, то есть это достаточно долго. И в ходе этих переговоров были подписаны достаточно значительные соглашения и контракты на сумму около трех с половиной миллиардов долларов. И вот здесь возникает вопрос, а какие перспективы вот эти вот отношения с Китаем открывают не только для Беларуси, но и для России как части союзного государства? Ну, я вижу то, что в любом случае через Беларусь будут идти поставки тех или иных товаров, которые нельзя поставлять напрямую в Россию. Это факт, это конкретный факт, и это понимает все стороны. Вместе с тем транзит товаров, грузов, опять же, идет через территорию Российской Федерации. Из Беларуси до Китая иначе не попасть. Вместе с тем белорусско-китайский диалог – это еще не шаг к укреплению шанхайской организации сотрудничества и линии взаимодействия внутри нее. Ну, и я не исключаю, в том числе и военно-технического сотрудничества. Ведь сейчас формируется новый союз УДКБ и Китая. И, безусловно, в Беларуси играет очень важную роль УДКБ. Потому вполне возможно, что обсуждались все военно-технические дальнейшие проекты. И они будут вполне перспективны. Но, опять же, важно то, что Лукашенко заявлял об инвестиционных проектах и переформатировании тех или иных линий на Китай между Белоруссией, Россией и Китаем. И здесь, например, я, кстати, вижу то, что те направления промышленного сотрудничества, которые были ранее, между Россией и Украиной, вполне могут быть перенаправлены как раз-таки на взаимодействие с Китаем. Все эти классы, начиная от тех же самосмолетов, Антонов и так далее, будут формироваться теперь по восточному вектору нашей политики вместе с Китаем. Поэтому и здесь видится тоже интересный шаг, весьма нужный и своевременный. Но вот если речь сошла о военно-техническом сотрудничестве, что в настоящее время такой немаловажный фактор, то как вы считаете, если дело дойдет до развития вот этого сотрудничества, в чем оно будет выражаться? В совместном производстве военной техники, либо в каких-то поставках этой техники России? Я думаю, что будет и совместное производство, как раньше было российско-украинское совместное производство, так что если это будет российско-китайское, возможно, и белорусско-китайское, так и действительно поставки. И это вскрывать не стоит. В данном плане, конечно же, лучше будет действовать именно через Белоруссию, потому что определенные санкционные нормы не трогают Белоруссию. Поэтому для России будет важно высадить новую цепочку не только через Иран, но и через более близкие нам страны. И еще такой интересный момент, который связан с Китаем. Китай выдвинул план по урегулированию конфликта в Украине из 12 пунктов. Но на Западе, понятное дело, и в Украине, и на Западе к нему отнеслись скептически. Но вообще сам факт того, что Китай принимает, пусть и опосредованно, участие в попытках урегулировать этот конфликт, говорит о том, что все-таки они от нейтралитета переходят на такую более пророссийскую сторону, скажем. Сторона была изначально заявлена, еще в начале специальной военной операции. И действительно мы видим то, что Китай предлагает их сам 12 пунктов, которые, кстати, до конца не отвергнуты Киевом. И если мы слышали жесткие заявления подалека, например, то от Зеленского мы слышали конструктив. И желание встречаться с Си Цзиньпинем и общаться по этому поводу. Поэтому здесь мы понимаем, что у Китая более чем заинтересована стабилизация отношений между Россией и Украиной. У Китая есть большие интересы на Украине, он их не скрывает, он их уже давно реализует. В том числе в экономике, в агросекторе, в сырьевом. Поэтому Китаю важно нормализовать ситуацию. Но вместе с тем мы из насти пунктов не видим, например, того, чтобы он говорил, что я за Россию. Вот такого пункта нет. Поэтому этот пункт не может раздражать Украину, Запад, США, что-то. Китая выступает за формирование стабильной экономики в регионе. За восстановление территории. За гражданские миссии. Опять же, за военные миссии он не выступает, это тоже важно. За международных наблюдателей он не выступает. Единственное, этим он отторгает западного облавателя, западных политиков своей версии развития событий в дальнейшем. Поэтому, опять же, не касается целостности Украины, территориальной, о которой так настаивает Киев. И данный шаг тоже, видимо, и трактуется как антизападный и антиукраинский. Поэтому здесь, конечно, Китай сделал все, скажем так, деликатно, тонко, по-восточному. Но вместе с тем предлагает себя как площадку для переговоров. Соответственно, он в то же время дистанцируется от Запада, от Франции и Германии, которые ранее были участниками в минской площадке. И, соответственно, в новом формате переговоров, именно этих западных акторов, которые ничего не сделали с 2014 года, положительного, скажем так, обсуждая, встречаясь на минской площадке, на романской площадке, как мы видим, Китай хочет сделать что-то более реалистичное и более прагматичное. Поэтому, в данном плане, у него и есть определенная возможность на успех. Но лишь тогда, когда это действительно будет признано теми странами, которые являются непосредственными кураторами Украины. А от них пока позитивного сигнала не было. Вот о чем речь, Яша. И говорю, что они скептически восприняли вот этот китайский план. Но, на ваш взгляд, насколько он осуществим при режиме Зеленского, скажем так, учитывая то, что отношения Китая и Украины очень серьезно подпорчены той же ситуацией с заводами «Моторсич». Я думаю, что при Зеленском решить-то вряд ли возможно будет. Почему? Потому что Зеленский сам ничего не решает. И пока не будет команды из Вашингтона, Зеленский и шагу не взял в этом направлении, и даже в плане обсуждения ничего не будет принимать. Поэтому говорит о том, что при Зеленском что-то можно решить. Только если будет сигнал в Вашингтоне. Если такого не будет, и будет топтание на одном месте, Зеленскому невыгодно ни проиграть, ни выиграть. Скажем так, ему сегодняшнее состояние Украины, и его нынешний статус более чем выгоден. Но при этом мы видим то, что ближний друг Зеленского, Андрей Дуда, наоборот, говорит о том, что китайцы предложили мудрый план. И, соответственно, поляки в данном плане смотрят не только в рот американцев, но и на восток. Поэтому здесь тоже интересный момент может быть. Учитывая как раз-таки те процессы по консолидации и интеграции Польши и Украины, которые мы сейчас наблюдаем, а не имеют того места, то вполне возможно то, что будет влияние Дуды как позитивное в сторону Китая, я думаю, распространяться и на офис президента Украины. Я не знаю, насколько поддержка от Вашингтона будет оставаться такой же, как сейчас, учитывая недавнее заявление Зеленского, который сказал, что ваши дети, то есть дети американцев, тоже должны умирать на поле боя. Я ничего такого в этом не вижу. Если сам Зеленский, с его же слов, ведет войну до последнего украинца, то он же может так же ввести ее и до последнего американца. И американские офицеры, инструктора уже давно присутствуют, американские на юге давно присутствуют, и они так же погибают, и так же не возвращаются. Поэтому то, что Зеленский говорит этими словами, что должны быть направлены дополнительные военные контингенты США, это факт. И даже уже определены новые маршруты. Соответственно, это будут непрямые заходы, это будут забросы через территорию Греции, затем Болгарии, Румынии и на север. Поэтому в данном плане Зеленский лишь призывает уже помогать уже и живой силой США. А если он так призывает, то на это тоже есть санкции от американцев, от американского руководства. И каких-то здесь отторжений, либо обморожений отношений ждать не стоит. Насколько сами американцы готовы воевать за ту страну, которую многие из них и на карте-то не покажут? Потому что шквал критики вызвал именно, вот это заявление вызвало именно у простых пользователей. Если почитать комментарии в интернете под этим видео, то, мягко говоря, они такой перспективе не рады. Ну а что делать до этого? Американцы воевали во Вьетнаме, например, в Афганистане, в Ираке. Примеров таких полно. И, соответственно, я уверен, что многие американцы не понимали, а зачем им нужно там воевать. Но они там воевали. Вместе с тем, теперь до 40% новобранцев армии США должны быть гендерно-нейтральными. Поэтому будет весьма интересно, американская армия направлена на территорию Украины, в той или иной степени. Поэтому, в принципе, американцы-то спрашивают, сколько никто не будет. То, что у них там может быть раздражение, которое выливается в интернет, ну факт, есть факт. Но это только участие общества. А большая часть общества все-таки, как мы видим, к сожалению, но является податливым и текущим европейским, и американским ценностям. И является податливым как раз-таки всем этим разговорам про меньшинство и так далее. Например, БЛМ, подтверждение, что уже нет давно этого самого белого гендерного мужчины, который может поднять Америку и сделать висновую великую. А давно уже какой-то непонятный, даже не котел американский плавильный. Весьма своеобразное общество американское получается. И эти люди вполне могут после призыва американского президента стать под ружье и также быть передисоциированы на территорию Украины. Ну да, но если, допустим, американское общество, оно такое, скажем, аморфное, и если отдадут приказ, то они пойдут воевать, то те же европейцы, ну возьмем немцев, например, они открыто протестуют против тех же поставок оружия в Украину. Ну, немцы протестуют, то поставляют. Они не хотели, они отказываются, но поставляют. Поэтому здесь мы, наверное, говорим больше о том, что будет формироваться европейская армия, как отдельная от Армината. Это вполне возможно и реалистично. А вот американцы, чтобы они отказывались от того, что называется свобода из этих слов, да, там, демократию, американской мечтой. Им же вполне могут быстро впарить то, что Украина идет к американской мечте. Поэтому вот ради нее и будут бороться американцы. Да, у нас сейчас даже, например, у ЧВК Вагнера есть американские генералы, есть американские офицеры. Это люди, которые действительно понимают то, что армия США – это отнюдь не показатель героизма. Поэтому за правое дело стоит как раз-таки российская армия. И они, по-моему, переходят в том числе и в наши подразделения, в добровольческие подразделения. Поэтому противная часть общества, конечно же, недовольна. Но она не является, то есть не то что большинством, она не имеет тех рычагов управления в рамках американской элиты, которые бы позволили влиять на общий политический процесс и на ту военную стратегию, которая сейчас реализуется в США. Поэтому нынешняя элития выгодна, чтобы американцы были в рамках военных кампаний на Украине. В каком формате, сколько их будет? Это будут опять инструктора, это будут уже какие-то подразделения, это будут отряды, что это будет, морские котики. Непонятно. Но пока это все идет, пока идет промывка мозгов самим американцам и доказательствам им того, что это нужно им, то, что это необходимо им для сохранения же американской нации, и Украина будет, наверное, скоро введена в один список вместе со словами демократии, ЛГБТ и Украина. Вот будет три единства ценностей, которыми будет жить каждый американец. Понятно, что наемники, они воюют на стороне Украины, это не только американцы, но одно дело, когда воюют наемники, а другое дело, когда в прямое столкновение с российской армией вступает армия НАТО, и мне кажется, без последствий это не останется, без глобальных последствий. Мы это можем ожидать уже очень скоро, и учитывая то, что Украине интересно на гнетание ситуации в Приднестровье, она об этом заявила не раз, и генштаб украинский даже заявил о том, что нужно делать провокации, нужно со стороны Украины сколыхнуть Приднестровье, разжечь там новый фронт, новую войну, то там, естественно, будет участвовать армия НАТО. То есть армия Румынии, со стороны силы НАТО, сразу же пойдет в атаку и будет там сражаться. К этому нужно было быть готовым. Вместе с тем, непонятная ситуация с самолетами, которые будут поставляться, не будут поставляться, а их местной дислокации будет Польша и Прибалтика. Это тоже страны НАТО. И именно их территории будут бомбить российские войска. Поэтому здесь тоже новое столкновение. Ну, три метра забора с Финляндией, я не думаю, что было таким местом возможного столкновения России и НАТО. Это как-то комично даже звучит. И ту же самую Турцию сейчас, как бы мне накачивали, как бы мне американцы не заявляли о том, что нужно им передать под управление турецкий флот. Я думаю, что до этого не дойдет, тем более, что у Эрдакана скоро выборы. И под эти выборы он будет стараться сделать все, чтобы больше укрепить турецкое общество и закрепить свой электорат, нежели помогать американцам, соответственно, помогать таким же образом, своим прямым конкурентам по выборам. Александр Лукашенко еще до своего визита в Китай говорил, что Украине открывать второй фронт в Приннестровье, ну, можно сказать, смерти подобно. Я думаю, что да. Исследовать ее нельзя. Нельзя исключать. Потому что если мы скажем, что нет, не будет, именно там тогда она и возникнет. Это факт. Поэтому нужно укреплять там, и оборону, способность нашей армии, которая расположена на территории Приннестровья. Вместе с тем нужно поддерживать и Приннестровское руководство, на его движениях. Ну, и прекрасно понимают о том, что если в Молдавии правит госпожа Санду, которая является румынской гражданкой, видать, заражанкой НАТО, то, соответственно, добра от нее ждать не стоит. И вполне может взорваться все в очень неподходящий момент для всех. Когда украинские диверсанты взяли какое-то количество российских граждан в заложники, и ФСБ их уже обезвредило, насколько я понимаю, но некоторые говорят о том, что статус СВО после вот этой вот ситуации в Брянской области, он может измениться. А как вы считаете, может ли Россия СВО переквалифицировать, ну, в КТО, допустим, или в полноценную войну? Ну, формат КТО вполне мог быть приемлем еще с осени прошлого года. И, соответственно, об этом шли большие разговоры. К этому готовились, кстати. И, безусловно, сейчас мы видим то, что специальные операции будут большей частью на территории Российской Федерации. Это факт. Соответственно, о каком СВО на территории нашей страны мы можем говорить. Это КТО, и таких КТО у нас в истории было уже немало. Поэтому переформатироваться, конечно, может. Ситуация может измениться. Здесь нужно быть готовым. И готовым именно к жительным приграничных регионам, потому что тогда изменится формат и их жизни. Подчеркну это, да, это рекомендантский час, это время отбоя, подъема и так далее. То есть регламентировать будет целый ряд сфер на территории Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областей. Поэтому, если есть такая необходимость, а мы видим, что она уже не то, что возникает, она уже назрела, то и переходить к такому формату уже стоит. Статус Зеленского как изменится? Пока что его рассматривают как президента Украины. Но, опять же, есть мнение, что его могут начать рассматривать как террориста, как это было уже с тем же Дудаевым, например, во времена Чеченской войны. Да, конечно, это вполне возможно. И я не исключаю к такому моменту. То есть и он, и ближайшее окружение будут объявлены официально террористами в таком случае. Потому что именно они ставятся теми приказами, которые отдаются при нападении на российских граждан, на российские города, на сельные пункты. И, безусловно, в таком формате, не о каком-то переговорном процессе, и в каких-то даже встречах речи идти не может. Может быть, вы видели это видео, которое сняли бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске, за которые сейчас идут ошесточенные бои, где они практически в центре города, на крыше одного из зданий, просто устроили, можно сказать, настоящий концерт. То есть играли на гитарах, размахивали флагом и так далее. Несмотря на какой формат, символ этого города предусмотрен в дальнейшем. У нас уже есть город, ставший герой перед специальными операциями на Мариуполе. И мы помним, какие были тяжелые бои за него, и специально, как шло все это. То же самое сейчас происходит по отношению к Артемовскому. Но я вижу то, что изменение ситуации на его территории может происходить лишь в комплексе. В комплексе с другими боями в домине фронта. И, соответственно, именно как это будет происходить в Харьковской области, в Николаевской области. Это будет иметь прямое отражение на ситуацию в Артемовске. Устроили какие-то прогнозы, но мы глупо. Я не член герой штаба Российской Федерации. И, если, если сказать, что, когда будет взято, тоже не могу. Сначала СВО и российские руководители и политологи говорили о том, что с эпохой гегемонии США покончено. И вот тот же Китай, который сейчас выдвинул этот свой план по регулированию конфликта в Украине, он так или иначе это подтверждает. И есть даже такое мнение, что в противовес так называемому коллективному Западу может начать формироваться коллективный Восток. То, что это реально, уже говорить не стоит. Это уже свершилось. И мы видим то, что за пару лет, до начала СВО, были визиты нашего министра Лаврова в Китай, где были первые обсуждения. И, в конце концов, вот это вот сотрудничество, которое Запад назвал ничем ином, как восточной антантой, именно восточным военно-политическим блоком между Россией и Китаем, мы сейчас и наблюдаем. Соответственно, сейчас идут разговоры, опять же, в рамках визита Лаврова в Индию, о том, что будет формироваться новый большой треугольник Москва-Дели-Пекин. И это будет, опять же, мощный центр принятия решений во всем мире. Вместе с тем мы видим то, что идет РОС БРИКС, как крупная организация, которая будет в том числе, как я вижу, в ближайшей перспективе, создавать единую валютную систему между странами, входящими в нее. Опять же, идет РОС ШОЦ. Поэтому здесь будет какое-то консолидированное руководство от крупнейших стран, опять же, это Большого треугольника России, Индии, Китая. И, соответственно, будет обжать перевес во всем. Начиная от населения, заканчивая экономикой. И страны золотого миллиарда вполне это понимают, что лишь вот этому Большому Союзу они могут проиграть в битве за гегемонию. И, безусловно, Китай же прямо говорит о том, что никакой гегемонии США он не признает. И признавать дальнейшим не будет. Я практически уверен, что представители вот этого коллективного Запада, они не допустят, чтобы в противовес им так уж легко сформировался коллективный Восток. И, как мне кажется, одно из точек давления может ставить с такой острый для Китая вопрос, как Тайвань. Ожидать ли там каких-то провокаций в связи с этим, учитывая то, что они уже были в прошлом году? Я все-таки думаю, что Тайвань очень долго и много, и понимаю, что туда были везеты пэлэси, которые должны были привести как минимум к Третьей мировой войне. Но ее не случилось. Мы знаем о том, что американцы сейчас формируют новый военный блок вместе с филиппинами. Там уже есть американские базы, уже филиппинцы патрулируют вместе с Японией, Австралией, Аквадорию, и, соответственно, американцы наращивают там военное присутствие, на Парасейских островах, в частности, Южно-Китайском море. Я все же вижу, что как таковое противовостояние и столкновение на Тайване не произойдет. И учитывая факт еще и того, что и само руководство Тайваня сейчас избрало немного другую стратегию своего развития и понимания соединения с Китаем. И сам Китай дичит взаимностью. И, например, тот же самый визит партии Комендант Китая, который был недавно, говорит о том, что есть возможности к мере вхождению Тайваня в состав Китая. И этот вариант я все-таки вижу наиболее перспективным. Благодаря тому, что на Тайване может соединяться власть как раз таки в сторону Гомендана и союзных ему организаций движений, после чего может произойти воссоединение Тайвана и Китая. И этот шаг как раз таки будет серьезнейшим ударом по американскому и его неамериканскому пониманию мира. Кстати говоря, опять же, некоторые политологи заявляют о том, что США спровоцировали вот этот конфликт в Украине и России для того, чтобы, скажем так, ослабить ее, Россию, и подобраться к своему главному конкуренту, Китаю. И, как мне кажется, так просто китайцев никто в покое не оставит. Ну, это понимаете, китайцы, что их нету не оставить в покое. Поэтому они чувствуют и другое, а именно давление со стороны Запада, которое только наращивается. И они же противоподразумевают, что и какой-то дружбы и взаимоотношений между Китаем и Западом в дальнейшем не будет. Поэтому готовят и свои ответы. А это не только экономический мер в отношении стран Запада, а это вполне возможно и изменение влияния в мире, в том числе Латинской Америке, которую США традиционно считают своим подбрючим. и на руководство стран Латинской Америке американцы и претендуют все последнее время. Тут будут два сильных конкурента. С одной стороны Китай, а с другой стороны и Россия с Бразилией, Брикса. Поэтому будут столкновения в разных регионах мира, но при этом будет и попытка избежать большой войны, то есть самое ядерное, которое нас так усиленно сипуга. Что ж, спасибо вам большое, что уделили время и спасибо за интересные и содержательные ответы. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok